Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы разберем одну из интересных новинок в датчиках умного дома, а конкретно микроволновый датчик присутствия человека и освещение V10 ZYM100, который построен на микроволновом FMCW радаре, позволяющем обнаруживать присутствие человека даже через небольшие преграды. Давайте более подробно рассмотрим все его возможности, попробуем, что он может в экосистеме удовлетворить в 2Smart, проверим автоматизацию и проведем небольшие тесты. Также не забудем проверить способность в Home Assist и проверку в локальной работе через ZP2MQ2TF. Давайте вначале поговорим, в чем отличие этого датчика от датчика движения. То есть датчик присутствия и датчик движения по сути имеет сходство, но основное отличие заключается в том, на что они реагируют. Датчик движения. Его основная функция реагирует на движение в определенной зоне. Работа определяет изменение положения объекта или человека в области действия этого датчика. Обычно он реагирует на изменения в инфракрасном излучении, в ультразвуке, ну или даже в микроволнах, вызванном движением. При обменении широко используется в системах безопасности, уличных фонарях, в системах освещения для включения света при обнамужении движения. Датчик присутствия. Основная функция реагирует на наличие объекта или человека в определенной зоне. Работа обнаруживает, находится ли кто-то в определенной области, независимо от движения. Он может определять присутствие объекта даже без его движения. Например, используем автоматические дверяк, схемы безопасности в умных домах для определения пребывания в помещении. Приведу простой пример в качестве автоматизации освещения. Установим обычный датчик движения и сделаем автоматизацию. Если есть движение, включить свет. Но тут стоит вопрос номер два. А выключать когда? Тут строится вторая автоматизация через две минуты. Так как подобного рода датчики в среднем посылают сигнал обнаружения раз в одну минуту. Это уже довольно много. Как за две минуты выгнально уже можете покинуть помещение и свет вам будет просто гореть. Но самое неприятное не в продолжительном освещении. В том, что датчик движения не способен уловить это самое движение, если человек стоит практически неподвижно. Вот вы стоите и одеваетесь в коридоре, тут бах, свет платух. Так как датчик движения не увидел движения. И свет через две минуты выключается. Придется прыгать, махать руками, чтобы свет опять загорелся. Вот тут на помощь и приходит датчик присутствия, который вне зависимости движется человек или сидит ровно. Все равно видит именно наличие человека, а не его движение. Это позволяет сделать более точной автоматизацией. Есть человек, прибор включить. Человек вышел из зоны датчика, прибор выключить. То есть для нетребовательных и проходных помещений или длительных автоматизаций, по примеру сработки вытяжки в ванной на пять минут после последнего движения. Датчик движения это отличное решение. Но для автоматизации освещения, особенно в комнате, коридоре, там где нет возможности даже примерно понять, сколько времени человек пробудет в ней, для создания качественной автоматизации как раз и подойдет датчик присутствия. У продавца есть два вида подобного датчика. Для настенного крепления, так и потолочного. Отличаются такие датчики не только способом крепления, но и питанием. В случае с датчиком потолочного крепления питание будет 80-202 вольт, что позволяет не использовать дополнительные блоки питания, сразу монтировать датчик-проводку. Я выбрал датчик настенного крепления, так как он у меня будет за дверями спрятан, за дверями шкафа и потолочной проводки у меня нет. Датчики работают на частоте 5,8 ГГц или 24 ГГц. В моем случае 5,8 ГГц. Кроме этого есть Wi-Fi версия датчика, также и ZigBee версия датчика. Напомню, что протокол ZigBee лучше для построения умного дома, но требует ZigBee шлюз. Оба датчика имеют обзор, угол обзора в 120 на 120 градусов, а дистанцию обнаружения от 0 до 8 метров. Все ссылки на товары, наполнительные шлюзы вы найдете в описании под видео. В комплект поставки входит сам микроволновый датчик. Знак качества ОТК. Для крепления к стене производитель положил в комплект небольшой кусочек двухстороннего скотча. И так как датчик работает постоянно, питание от батарейки ему не подойдет. Будет быстро ее высаживать. Тут необходимо постоянное питание с напряжением 5 Вольт и током до 1 Ампера. Для этого в комплекте находится кабель питания USB Type-C. Длина кабеля составляет 1 метр. Инструкция на английском и китайском языках. Тут же находятся характеристики датчика. Максимальная дистанция для обнаружения датчика на стену составляет 10 метров. А если для потолочного, то при установке на высоте 3 метров радиус обнаружения составляет 1-3 метра. А радиус обнаружения микродвижений 5-7 метров. Вот так выглядит этот микроволновый радар с датчиком освещенности. Больше похож на какую-то умную кнопку. Размеры составляют 64 на 64 миллиметра, а толщина всего 12 миллиметров. На передней части светодиод индикации работы, а также глазок датчика освещенности. Задняя часть гладкая, как раз для крепления двухстороннего скотча. Все грани довольно сильно закруглены. В нижней части находится порт Type-C для подключения питания. И кнопка сброса подключения к экосистеме умного дома. Открутив четырех этап задней крышки, пробую разобрать датчик. Аккуратно отгибаем четыре пластиковых держателя и вытаскиваем плату. По центру находится FMCV радар. Левее от него распаян модуль ZB. И я был удивлен, но в этом радаре установлен достаточно производительный ARM микроконтроллер GigaDevice GD32E23-0F8P6. Объем памяти SRAM 8 килобайт, объем флеш памяти 64 килобайта, тактовая частота 72 МГц, количество входов-выходов 15, вид архитектуры Cortex-M32. А микросхема на радаре имеет обозначение 58S32. Это модуль датчика микроволнового радара 5.8G. Этот модуль может обнаруживать движущиеся объекты в режиме реального времени, преобразовывать сигналы микроволновой индукции в сигналы высокого и низкого уровня или выводить в виде сигнала шип. Рабочее напряжение 4.5-12 Вольт, постоянного тока. Выходное напряжение 5 Вольт, рабочий ток 38 мА, частота передачи 5800 МГц, мощность передачи 0.5 мВт, стабильная частота 5.8 ГГц плюс минус 75 МГц, расстояние срабатывания до 8 метров. Вот как раз мощность и говорит о том, что это устройство очень слабое, и шафочку из фольги одевать не надо. Даже если сравнивать, то ваш роутер с частотой 5 ГГц имеет мощность до 100 мВт или в 200 раз мощнее этого датчика. Радар FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave. Радар – это тип радиолокационной системы, использующий метод модуляции частоты для изменения расстояний до объектов и определения их скорости. Он относится к классу активных радарных систем, которые передают радиоволны, а затем измеряют время, требуемое для возвращения от отраженного сигнала. То есть этот радар передает непрерывный сигнал, модулированный в частоте. Это значит, что он изменяет частоту, передаваемого сигнала по определенной модуляции, например, линейно или плавно, а затем измеряет изменение этой частоты в отраженном сигнале для определения расстояния и скорости объектов. Путем анализа изменения частоты между отправленным и полученными сигналами FMCW радар может определить расстояние до объекта на основе времени задержки возврата сигнала и его скорость на основе изменения частоты. ФМСВ радары нашли применение в различных областях, включая автомобильную промышленность, например, систему помощи при парковке или систему адаптивного круиз-контроля, дистанционное зондирование земли, промышленный контроль за складами и прочее. Преимущества. Эти радары часто имеют более высокую разрешающую способность по сравнению с другими типами радаров, что позволяет более точно определять расстояние до объектов. Вот пробую подключить через тестер, как видите, напряжение 5В, ток 0.0А, что еще раз доказывает мои слова выше о том, что шапочку из фольги примерять не надо. Давайте подключим датчик к системе умного DOE и посмотрим на его возможности. Для Wi-Fi версии датчика ничего кроме вашего Wi-Fi роутера не надо, а вот для Zigbee придется завестись шлюзом. Открываем установленную программу TUE Smart и ждем автоматическое добавление устройств. Датчик переводим в режим сопряжения, для этого удерживаем кнопку в нижней части, пока светодиод индикации не начнет моргать. Спустя некоторое время программа найдет устройство, добавляем его в экосистему умного дома, TUE Smart используя подсказки на экране смартфона. Переходим внутрь плагина, довольно необычно скажу я вам, много информации и различных окошек. Давайте разберем все последовательно. Основной показатель – это верхний кружочек. Если он синий с надписью Unmanned State, то датчик не видит в своем поле зрения никого. Если становится красным с надписью Existing State, то в поле зрения есть присутствие человека. Ниже расположились окна с различной информацией и выводом настроек датчика. Первым идет сенсор освещения. И сейчас он показывает 655 люкс. Если сравнивать с новостным сенсором, то он показывает 560 люкс. В принципе, достаточно близкие значения. Изменим немножко освещение и видим скорость изменения очень-очень быстрое. Максимально 2000 люкс. Следующий параметр – это параметр чувствительности датчика. Сейчас он выставлен на 7 из 9 возможных. Числительно можно изменять, чтобы не было лишних сработок, допустим, на домашних животных или на крутящийся вентилятор в комнате. Но если выставить 4.5 из 9, то датчик уже не увидит микродвижение человека и не сможет понять двигатель или спид. Следующий параметр – это измеренная дистанция до человека. Сильно на цифры внимания не обращайте, плюс если установить датчик за стенкой шкафа или гипсокартонной стеной, значения могут быть совершенно другие. Ниже параметр задержки до обнаружения, по умолчанию 0.1 секунда, параметр fading time или задержка после того, как датчик перестанет видеть объект по умолчанию 6.15 секунд, этот параметр можно изменить от 5 до 1500 секунд. В нижней части задаем параметры дистанции реагирования датчику, по умолчанию от 0.6 до 6 метров, Near Detection указываем минимальное расстояние до обнаружения от 0 до 9.5 метров, а Fair Detection максимальную дальность для обнаружения тоже от 0 до 9.5 метров. При настройке этого параметра, в потолочном варианте крепления датчика, параметр дальности будет влиять на радиус обнаружения человека. Тут сразу создано 4 готовых пресета для быстрого выставления нужных настроек. Например, жилая комната, туалет, ванная или детекция спящего человека. При нажатии на каждый изменяются параметры датчика от чувствительности до времени детекции и дальности работы. Можем использовать готовый проект, а можем все параметры выставить вручную. Тут же находится так называемый таймер. Но это не совсем таймер, а скорение изменения всех параметров датчика в нужное вам время. Допустим, в 10 утра вы уходите на работу и дома никого не будет. Тогда есть смысл установить максимальную чувствительность датчика и максимальную дальность, сделав радар частью охранной системы дома. А в 18 утра вы приходите домой и вам нужны ваши параметры работы для активации освещения или других автоматизаций. Ниже расположился журнал работы нашего датчика. А тут можно посмотреть, как изменялся график освещенности и когда в поле зрения датчика появлялся человек. Самое время поговорить об автоматизации, так как именно для этих целей этот датчик создан. Основная автоматизация – это, конечно, освещение, как этот датчик не только опознает наличие человека, но и снабжен датчиком освещения, что позволит не включать освещение, если в комнате или на улице светло. А также уведомления, если кто-то попал в зону действия датчика, а вы, допустим, вне дома. Функции управления освещением и охранные уведомления. Добавляем умный сценарий, при изменении статуса устройства выбираем наш микроволновый датчик движения. Нам доступны такие виды автоматизации – изменение фейдинг там или задержка после того, как датчик перестанет видеть объект. Изменение минимального и максимального расстояния детекции – fair and near detection. Датчик освещения выставляем менее 200 люкс. Далее изменяем при выполнении всех условий. И добавляем еще условие – это наличие человека в поле зрения датчика. В параметрах Induction State выставляем Human Detection. После этого даем задачу включить реле или умную лампу освещения. В качестве охранной функции можно установить «Отправить уведомления». Тут выбираем центр сообщений для попап окна приложения Tuya Smart. Вот такая получается простая автоматизация. Попробуем подключить датчик к умному дому Home Assist. Я буду использовать интеграцию Tuya Smart. Переходим в устройство интеграции – Tuya и обновляем нашу интеграцию Tuya Smart. Переходим внутрь и ищем наш датчик. Из сенсоров нам доступен датчик обнаружения человека, но при этом датчик освещенности почему-то не присутствует в этой облачной интеграции. Также присутствует журнал событий, где мы можем посмотреть состояние устройства или на изменение настроек. Кроме этого, доступны настройки максимальной детекции и настройка чувствительности детекции. Переводим датчик в режим сопряжения и открываем ZigBee Tuya NQTT. Версия ZigBee NQTT в момент записи обзора 1.33.2. Запускаем поиск новых устройств. Спустя некоторое время датчик будет найден и опустим опознан. В базе устрой ZigBee NQTT он присутствует, что тоже плюс. Так как датчик подключен постоянно к питанию, он будет являться дополнительным роутером в ZigBee сети. Как мы видим, датчик сразу передает уровень освещенности. Причем этот параметр довольно быстро изменяется при изменении освещения. Также передается параметр наличия человека в зоне детекции. Следующий параметр расстояния до человека. Цифра относительно условная, но изменения при движении происходит. Я то удаляюсь, то приближаюсь к датчику. Настройки все те же, что и в мобильном приложении. Чувствительность. Максимальная и минимальная дистанция обнаружения. Раньше у меня от покупки такого рода датчика осталась только цена. Все же было намного дешевле поставить простой датчик движения и настроить автоматизацию. Пусть не совсем точно, но зато дешево. Сейчас цена на подобные датчики практически сравнялась с простыми датчиками движения. Но функционал и точность работы именно микроволнового датчика на голову выше, чем простой датчик движения. Кроме этого простой датчик движения сразу будет видно, так как он не терпит помех в виде стен, шкафа, зеркал, даже тонких стен и газоблока. А микроволновый датчик можно смело спрятать от лишних глаз и он будет выполнять не только функции автоматизации освещения, но и своего рода скрытым охранным элементом. По соотношению цена-качество – идеальное решение. При работе датчик показал себя с отличной стороны. Даже при настройках из коробки микроволновый датчик продолжает видеть и удерживать даже недвижущего человека. Но если в вашем случае датчик работает некорректно, большое количество настроек позволит настроить его полностью под свои параметры работы, что также является огромным плюсом, так как простой датчик движения вы настроить не сможете. Датчик освещенности также выдает вполне корректный результат при сравнении с профессиональным тестером освещенности и может быть вполне использован как один из сценариев для различных автоматизаций освещения в вашем умном доме. К покупке могу рекомендовать. Если видео для вас было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Также не забывайте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по теме умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok